В небольшом селе Волгодонов, как в Молинской области, предпринимательством занимается порядка 30 человек. Это не считает тех, кто пытается заработать за счет собственного огорода и подворья. Постоянной работой сельчан также обеспечивают четыре крупных товарищества. К примеру, местный кирпичный завод наметил цель выпускать продукцию круглогодично с дальнейшим увеличением числа рабочих мест. Кадырбек Бекейхан работает на этом заводе с весны. Парень, который всю жизнь занимался выпасом скота, освоил язык техники и успешно справляется с новой работой. Сначала я прошел обучение. Освоился на заводе быстро. Дом мой рядом. Кстати, его видно. Работа хоть и сезонная, но зарплата хорошая. На лето завод трудоустраивает 40 сельчан. Предприятие за сезон выпускает 5 миллионов штук кирпичей. Перспективы дальнейшего развития, безусловно, есть, говорят в компании. В будущем мы планируем расширение. Тогда предприятие сможет работать полной мощи зимой. В планах обеспечить постоянным заработком еще 80 человек. В социальном плане также будем помогать селу. Одно из вопросов было внутрепоселковые дороги. Сегодня по транспортам из Акимата Акмолинской области выделены средства в сумме 13,6 миллионов тенге. Конкурсы все прошли. На все три населенные пункты сегодня изготавливается проектно-сметная документация. Также закончилась отделом строительства Акимата Аршалинского района проектно-сметная документация на строительство детского сада на 140 мест. Сегодня в Волгодоновке проживает более тысячи человек. Близость столицы дает стимул развитию села. К примеру, скоро здесь построят новые социальные объекты. С их появлением планируется трудоустроить еще 100 сельчан. Мадина Смоголова, Анатолий Полянов, Акмолинская область, Хабар, 24.